Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Я неспроста включила свет на розовый и взяла укулеле от Алены Швец, потому что сегодня мы с вами будем разбирать как раз-таки ее песню под названием «Последняя песня про школу». Да, как бы песня такая не особо мне вкатила, можете мне написать, вкатила вам она или нет, но вы просили меня очень долго разобрать ее, поэтому, как я могу вам отказаться, ладно, не моим пупзикам, но сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Последняя песня про школу, бэби, это розовый цвет на языковых. Лучшие ученицы на моих концертах сломятся в толпе из ярких малолеток. Последняя песня про школу, бэби, это розовый цвет на языковых. Лучшие ученицы на моих концертах сломятся в толпе из ярких малолеток. А теперь погнали учиться играть! Разбор на укуляля. Как всегда и как обычно мы начнем с вами, конечно же, с аккордов. Аккорд самый простецкий, можете играть их с каподастером, без каподастера, суть вообще тут, конечно, не меняется. Первый аккорд, аккорд С, мы зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. Следующий аккорд, аккорд АМ, мы зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее у нас к этой конструкции добавляем вторую струну на первом ладу, и получается аккорд Фа. И аккордик Джи, зажимаем с вами третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. И в некоторых моментах, а точнее в переходе и припеве у нас еще будет с вами аккорд G-диез. Вот вы поставите аккорд G и просто съезжаете на один лад вперед, и у вас получается G-диез. Там интересно, такой ход будет? Объясню вам чуть позже. Давайте повторим. С, А, М, Ф, Г и G-диез. Оригинал у нас с вами звучит на полтон выше. Мы не знаем, что такое тон-полутон, если мы не смотрели видео, которое Дарчик мне все это рассказывала. Поэтому можете взять, чтобы звучать прям как оригинальный каподакстер. Ставим его на первый лад. Считаем от него 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. То есть у нас каподастер считается нулевым ладом. И получается будет звучать так. Ну, можете без него обойтись. В принципе, у кого до сих пор нет каподастера, у меня возникает вопрос, почему? А во-вторых, я как-то сидела на Алике и нашла вам примерно точно такое же. За сотку рублей. Ссылку оставила. Обязательно переходите, смотрите, покупайте. Если у вас до сих пор его нет. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где написано вся нужная тебе информация без лишней воды и виде картинок. Ну, а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. С аккордами более-менее понятно. Теперь давайте мы будем думать, как же это все играется с боем. Начинаем играть первый куплет. В оригинале звучит у нас восьмерка. По-другому это вниз-вниз, вверх-вверх-вниз, вниз-вверх. Чуть медленнее. Вниз-вниз, вверх-вверх-вниз, вниз-вниз-вверх. И еще медленнее. Мы будем играть с вами один раз на один аккорд. Или вы можете взять там шестерку, например. Вниз-вниз-вверх-вверх-вниз-вверх. Еще раз. Вниз-вниз-вверх-вверх-вниз-вверх. Если вы возьмете шестерку, у вас она будет звучать два раза на один аккорд, кому и это сложно, или вообще можете взять какую-нибудь пятерку по типу вниз, вниз-вверх-вниз-вверх, еще раз, вниз-вниз-вверх-вниз-вверх. Также вы будете играть два раза на один аккорд. Сейчас я вам говорю, это не просто так, все варианты перечисляю по бою, потому что мы все разного уровня игры на укулеле, и для кого-то будет восьмерка просто убивающим фактором, если вы только недавно начали играть на инструменте, поэтому возьмите попроще. Оценивайте, пожалуйста, рационально свои силы. Возьмите пятерочку, не нужно убиваться, сидеть, такие, ой, Дарь, у меня не получается играть восьмерку, возьми пятерку, будет гуд. Если пятерку сложно, то берите еще проще, там, не знаю, два удара вниз на один аккорд, в принципе, сможете сыграть. В общем, смотрите от своих умений и талантов. Ну, давайте я вам покажу по оригиналу, там играет у нас восьмерочка, да, один раз на один аккорд, чуть-чуть медленнее сыграю, потому что у меня язык просто заплетается, когда я говорю эти слова. Показываю первый куплет. Это была разминка, давайте еще раз. На мне три разноцветные заколки, не зря, наверное, подперлю из школки. Мое призвание быть знаменитой, черту геометрию, балеты, пианина, оценки свои я больше не исправлю. Буду тусоваться со своим кудрявым парнем, буду издеваться над смешными ботанами, заявлюсь на пара под ебешими спидами. Это у нас с вами был первый куплет. Обалденная разминка дыхательная, вообще я не могу. Если у тебя возникает проблема, что ты не можешь играть и петь одновременно, то у меня на канале есть целый видос. Обязательно посмотри и возвращайся сюда. Дальше у нас как раз с вами идет переход, и вот про что я говорила, про аккордик G-диез, он тут добавляется. То есть у нас получается такая схемка. А-М, Фа, G-диез и G. Интересный ход, я обожаю Алену Швец именно вот за такие вот моментики, особенно я люблю в песне «Вино и сигареты», на нее, если что, делала разбор. Она там с нифига сделала аккорд, а, это такой, вау, какая красота, тут то же самое, G-диез, прям, э, чую. Ну, это уже мои какие-то там заморочки. По бою, что играть в переходе, можете также сохранить тот бой, который вы выбрали, да, то, что вам перечисляло пятерку, шестерку, восьмерку, или вообще какой-то любой другой. Или же, вот хотите прям звучать, как оригинал, оригинальный, берем восемь ударов вниз на один аккорд. То есть вот такие вот ударчики у нас будут. Да, на последний G лучше сделать удар вниз. В общем, чтобы сыграть это не супер массивно, не доводите до конца, просто как будто, представляете, играете на электрогитаре, типа. То есть как будто я вот ударяю по верхним струнам, до первого может вообще до звука-то не дойти. Давайте еще раз покажу с аккордами, то есть. Кому сложно считать до восьми, а это будет реально очень сложно считать, можете считать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть два по четыре. Еще раз смотрите. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Давайте со словами. Когда пригодились баллы и медали, если честно мне без них и весело на балли, сфоткались фанатки, выложили в паблики, как я разбиваю нас очередному бабнику. Сама сказала, играем один раз на G, и сама сыграла много раз. Еще раз. Когда пригодились баллы и медали, если честно мне без них и весело на балли, сфоткались фанатки, выложили в паблики, как я разбиваю нас очередному бабнику. Это у нас с вами был такой переход. И припевчик, конечно же, наш с вами любимый. Это вот тут вот прям вот мне нравится. По сути, этот весь припев играем тем боем, которого выбрали. Оригинал играется с восьмеркой, один раз на один аккорд. Но будьте внимательны. То есть тут сохраняется такая же АМ по GDS и G. Последовательность аккордов. И вот как раз на вот этот аккорд GDS мы не будем играть бой. Мы будем играть вниз-вниз и заглушка. То есть типа... Еще раз. Любую заглушку, которую умеете делать, делайте. И вот эту штуку мы играем вот эту два раза на аккорд GDS. Сейчас я покажу со словами, все поймете. То есть смотрите. Последняя песня про школу. Биби, это розовый цвет, мои заколы. К вашей ученице. Май концерт. Слымется в толпе из ярких малолеток. Так, что-нибудь понятно? Давайте еще раз. Смотрите. Последняя песня про школу. Биби, это розовый цвет, мои заколы. К вашей ученице. Май концерт. Слымется в толпе из ярких малолеток. Па-па-па-последняя песня про школу. Биби, это розовый цвет, мои заколы. К вашей ученице. Май концерт. Слымется в толпе из ярких малолеток. Вот такой вот у нас с вами будет припевчик. То есть по сути своей не все-таки сложно, как вы думаете. Разбор на укулеле. Дальше у нас идет второй куплет. Аналогичным образом играется, как и за первым разом, за первым куплетом точнее. Тоже выбираете бой какой-то, который вы выбрали, и его играем. Давайте покажу с оригинальной восьмеркой. Ой, еще раз давайте, чтобы вы закрепили. Это у нас с вами был второй куплет. Опять у нас идет нам переход. Помним, переход или играем тем же самым боем. Или же вот эти вот восьмерку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как нам пригодились манкины советы. Скоро мне объяснило, наверное, полпланеты. Сфоткались фанатки, выложили в паблике. Как я разбиваю нос очередному бабнику. Давайте еще раз. Как нам пригодились манкины советы. Скоро мне объяснило, наверное, полпланеты. Сфоткались фанатки, выложили в паблике. Как я разбиваю нос очередному бабнику. Далее мы с вами играем два раза по отряд. этот припев единственное за первым разом мы будем играть это при помощи арпеджио арпеджио несложно 4 3 2 1 один раз на один аккорд у кого проблема с арпеджио вы не знаете что это такое то у меня на канале есть целый видос обязательно посмотри давайте прям покажу что там мы будем играть ну а дальше повторяем тот же самый бой с боем который мы делали за первым разом короче сейчас давайте покажу вы поймете последняя песня про школу бэйби это розовый цвет мои заколок ваши ученицы мои концерта сломятся в толпе ярких малолеток еще раз последняя песня про школу бэйби это розовый цвет мои заколок ваши ученицы мои концерта сломятся в толпе ярких малолеток Последняя песня про школу, baby, это розовый цвет моих заколок Ваши ученицы, мои концерты, сломятся в толпе с ярких малолеток И пошел припев с боем Последняя песня про школу, baby, это розовый цвет моих заколок Ваши ученицы, мои концерты, сломятся в толпе с ярких малолеток Последняя песня про школу, baby, это розовый цвет моих заколок Если у тебя остались какие-то вопросики, как играет тот или иной кусочек, то вот тут вот на таймкоде все там написано-прописано, тыкни еще раз пересмотри. Ну, если и так уже не понял, то обязательно пиши в комментариях, я попытаюсь это на все ответить. Если тебе понравился этот разбор, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию у меня разобрать. Возможно, мы в следующий раз будем учить именно твою хотелку. Кто знает? Нет, если ты хочешь, чтобы я выделала твои укулельные старания, то достаточно просто выучить любую песню и мелодию с моих разборов и выложить себе в инстаграмчик с пометкой Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну, а также напоминаю, если ты хочешь поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, то можешь купить мне сборничек или мерч, или задонать любую сумму на Донаталерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Замины не получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Ужас, как мне это спеть? Как мне это спеть? А где моя вода родниковая, святая моя?